Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Сливки Общества. Имя Ярослава Дронова, пожалуй, знакомо каждому человеку, живущему в России и на всем постсоветском пространстве. Хотя и в США, и Европе тоже знают, какого таланта певец теперь есть в России. Напомню, что известность шаману принесли два хита «Я русский» и «Встанем». Эти патриотические песни по достоинству оценили сотни тысяч граждан, живущих в России, потому любовь публики к Дронову абсолютно понятна и логична. Певец резко обрел популярность и также резко нажил себе кучу врагов, оказалось, далеко не все способны без зависти смотреть на чужой успех. Дронов парень талантливый, но в его профессии нужно не только петь, но и стойко выносить колкости со стороны коллег. Вспомнить того же Леонида Агутина, который отказался выходить на одну сцену с шаманом на съемках концерта «Песня года». И прокомментировал в прошлом босоногий мальчик свой поступок очень едко. Петь с шаманом – это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой. Эти слова Агутина – явный намек на прокремлевскую позицию Ярослава. Сам же Леонид придерживается иных взглядов на происходящее. Но ладно, представители Старой Гвардии, негатив с их стороны понятен, хоть и неприятен. Их от кормушки отлучили, злость от потери в доходах и угасающую популярность они срывают на шамане. Доходы, как прежде, им все сложнее получить, да и здоровье уже не то. Но вслед за Старой Гвардией отечественные эстрады критикуют Дронова и его молодые коллеги. Он сделал в этом году всех. Недавно Анкудинова Диана высказалась о певце-шамане. По ее мнению, исполнитель откровенно не дотягивает до звания певец номер один в нашей стране. «Когда люди говорят, это самый лучший голос, для меня это странно. Это не то, на что я хотела бы равняться, или то, что я слушаю у себя в наушниках. То, что люди говорят, что шаман – это лучший голос страны, не могу так сказать», – заявила Диана. Также она отметила, что патриотизм в ее понимании – это совершенно другое чувство, нежели у шамана. Для нее это любовь к месту, своему дому. Иметь свое мнение в нашей стране не возбраняется. Как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Возможно, никто не обратил бы внимания на высказывания Анкудиновой. Но девушка, выдав порцию критики в адрес Ярослава, не забыла похвалить прежде всего себя. После слов Дианы «Я – один из лучших тембров нашей страны, и, чтобы петь, как я, надо родиться мной», меломаны стали подозревать у исполнительницы звездную болезнь. Что ж, девчонка она молодая, надеюсь, у нее получится преодолеть звезду в голове, но все равно, так относятся к коллеге, это, мягко сказать, некрасиво. Среди исполнителей, которые заслуживают внимания на эстраде, Диана отметила Киркорова. Несмотря на достаточно экстравагантный образ, Филипп имеет большой диапазон и хорошо владеет голосом, считает певица. А из женщин Анкудинова выделила для себя Ани Лорак. Полгода назад Диана ходила к небезызвестной Ксении Анатольевне на интервью. Исполнительница поделилась своими едкими соображениями о причинах такой известности Дронова. Она отметила, что успех Ярослава можно объяснить и тем, что он парень, а женщины являются очень падкой аудиторией. Но еще это работает, видимо, потому что он парень, а женщины очень падкий зритель, заявила певица. Некоторое время назад Диана сама выпустила патриотическую песню «Я России тебя зову», но зрителям не полюбилась и повторить успех Ярослава девушке не удалось. В интервью Собчак Анкудинова сообщила, что, мол, у нее не было цели захватить большую аудиторию. Ну да, ну да, сложно в это поверить. И дело тут не только в зависти к хорошим песнями народной любви, далеко не в них. Отечественные певцы и певицы не могут вынести того факта, что шаман стал много зарабатывать. Очень много, сильно больше, чем они, ниже приведут цифры, от которых голова кругом. Гонораром Ярослава могут позавидовать представители Старой Гвардии. По слухам, в кулуарах его называют «зарвавшимся мальчиком в обтягивающих лосинах». Шаман за последний год стал одним из самых популярных российских исполнителей отечественной эстрады, что не могло не сказаться на величине его гонорара. Судя по афише, размещенной на официальном сайте исполнителя, гастроли у Дронова запланированы до апреля 2024 года. В его планы входят также военно-патриотические фестивали и государственные мероприятия. Если еще в прошлом году за исполнение своих хитов Ярослав получал полмиллиона рублей за выступление, то в этом году гонорар сильно вырос. Теперь шаман просит за концерт длительностью в полтора часа 12 миллионов рублей. Организаторам выступления Дронова придется не только выложить крупную сумму за исполнение песен, но и обеспечить выполнение бытового райдера. Проживать Дронов предпочитает в люксе пятизвездочного отеля лучшего в городе, расположенного максимально близко к месту проведения мероприятия. В номере должна быть большая кровать, важно, чтобы в кровати были две подушки из гусиного пуха. А еще артист требует полный блэкаут, стопроцентную изоляцию от солнечного света. Допускается заклеивание окон в спальне пищевой фольгой для полной изоляции. Для поездки по городу из аэропорта артисту нужен тонированный автомобиль Mercedes Maybach. Злопыхатели Дронова язвят еще из-за одного факта. На концертах, несмотря на бешеную популярность, певец не получает от зрителей цветов и подарков. Со сцены в конце выступления он всегда уходит с одной розой, хотя его даже менее известные коллеги тащат в гримерку букеты охапками. Звенящая пошлость. Оказывается, преданные поклонники шамана приняли решение не тратить деньги на букеты, а переводить их на счет благотворительного фонда. Идея так прижилась, что все зрители артиста ее активно поддержали. А роза, которую получает Дронов после своих концертов, символ, что деньги были направлены на благое дело, а не оставлены в цветочном магазине. Традиция, по словам Ярослава, появилась около трех лет назад. С тех пор шестеро ребят, чьи родители не могли позволить себе дорогостоящее лечение, получили медицинскую помощь. У меня самые лучшие поклонники. Они раз за разом удивляют меня своей безграничной человечностью. Я рад, что мои песни, в которые я вкладываю всю свою душу, мотивируют людей на добрые поступки. В свою очередь, подобные примеры милосердия вдохновляют меня заниматься творчеством. Как всегда спрошу, что думаете о критике в адрес Ярослава относительно его популярности и заработков? Ставьте лайк, если считаете, что Дронов правильно поступил, отказавшись от букетов в пользу благотворительности. И не забывайте про подписку. Впереди много интересного. Продолжение следует...